Библейский портал экзегет.ру представляет Мы говорили о том, что Господь их ведет как малышей детсадовцев, за ручку, кормит всякими вкусными вещами, вовремя поет. А они пока еще и есть младенцы. Они пока совсем не взрослые. Ну, а чем кормят малышей в наше время? Продуктом, который берет свое название от того, что мы встретим в 16 главе, манной каши. Что это такое? Кстати, в древности было совершенно непонятно. Сегодня, естественно, это из пшеницы делается другое. Покинув Элим, Оазис, община сынов Израилюх. О, уже община. Уже не толпа. А почему община? А потому что они поверили в Бога, прославили Его, и Он дал им законы и правила. Вот чем отличается толпа беглых рабов, которые не только что были, от пусть самой пока простой и примитивной, но общины. От такого протонарода. Еще не народ, но уже не толпа. Община сынов Израилюх пришла в пустыню Син, что лежит между Элимом и Синаем. Ну, вот это такие западные области Синайского полуострова. Это было на второй месяц после их ухода из Египта в 15-й день месяца. Там, в пустыне, община сынов Израилюх вновь принялась рептат на Моисея Аарона. Ну, кто не бывал в Синае, места очень красивые, но довольно дикие. То есть Египет — это страна высокой сельскохозяйственной культуры и в те времена тоже. То есть там полно всяких продуктов, там цивилизации везде. А Синай — очень-очень красивая местность, но там практически почти ничего не растет. И воды там мало. Итак, принялась рептат на Моисея Аарона. Ну, вот они все-таки из бывших рабов очень трудно и тяжело становятся свободным народом. А у раба всегда виноват тот, кто его не накормил. Лучше бы нам было умереть в Египте от руки Господа, говорили сыны Израилю. Там мы сидели вокруг котлов с мясом, у нас было вдоволь хлеба, а вы привели нас в эту пустыню, чтобы морить весь народ голодом. Там была гарантирована пайка. Пусть она была скудной, но вспоминается как что-то прямо изысканное. Я сильно сомневаюсь, что эти рейтян там кормили каждый день, знаете, там отбивными и с трюфелями и прочим. Ну, наверное, иногда им давали какое-то мясо, скорее всего, там обрезки в суп кидали. А здесь у них трудно все, да? Вот свободному человеку надо самому найти себе. А пайку рабу дают. Итак, а вы привели нас в эту пустыню, чтобы морить весь народ голодом. И Господь сказал Моисею, я пошлю вам хлеб с неба, как дождь. Каждый день люди будут выходить и собирать себе еду на день, а я испытаю их, как они соблюдают закон мой. Когда же наступит шестой день недели, они станут готовить собранное в этот день, то окажется, что они собрали вдвое больше обычного. Это суббота, естественно, да, то есть, что в шестой день, ну, у них суббота была седьмым, да, у них день начинался с того, что мы сегодня называем воскресеньем. А воскресенье названо через воскресенье Христа, поэтому тогда оно называлось первым днем просто. Вот, соответственно, накануне субботы на два дня соберут, на этот и на следующий. Это тоже вот такой момент доверия. А хватит ли мне на завтра? Вот люди, ну, понятно, зарабатывают или там выращивают, но вот они обеспечивают себя своих близких. Все время такое опасение, червячок такой гложет. А вот хватит ли на завтра? На сегодня есть, а завтра как будет? Люди делают запасы, правильно, вполне делают, но вот Господь говорит, доверьтесь, в субботу не нужно ничего собирать. У вас найдется на это время, найдется на этот день пищи. Моисея и Арон сказали сынам Израилевым, вечер настанет, вы поймете, это Господь вас увел из Египта. Вот вроде бы они все это понимают, но чуть что, у них начинается ропот, и они думают, да, чего мы вышли, помирали бы лучше там. Утро настанет, и вы увидите славу Господню, ибо Господь услышал, как вы на него ропщите. А мы кто такие? Что нас упрекать? Мы посредники, мы просто представители народа перед Богом, представители Бога перед народом. Вы с нами не спорьте. Моисей сказал, вечером Господь не спошлет вам мясо, а утром вдоволь хлеба. Ой, Господи, а нельзя сразу и того, и другого? Как-то логично. А вот нельзя. То есть то, что Господь их ведет, это не значит, что он их обслуживает по ВИП-разряду, в бизнес-классе они путешествуют. Нет, но все, что нужно, у них будет. Даже более того. Мясо, а утром вдоволь хлеба. Он услышал, как вы ропщите на него. А мы кто такие? Не нас вы упрекаете, а Господа. Моисей сказал Аарону, вели общение сынов Израилевых предстать перед Господом, ибо Господь услышал их ропот. Ну, то есть, предстать перед Господом, видимо, не очень понятно, где у них там в данный момент Господь, облачный и огненный столб, да. Кажется, еще никаких ритуальных особых у них нету сооружений, потом скиния будет, да. И вот, ну, в любом месте можно предстать перед Господом, как бы себя представив перед ним, да. Вот здесь и сейчас можно. Когда Аарон передал эти слова общения сынов Израилевых, они повернулись в сторону пустыни, и там в облаке им явилась слава Господне. Да, вот смотрите, именно так. Повернулись в другую сторону и встретили Бога. Он недалеко. Господь сказал Моисею, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им так, вечером будете есть мясо, а утром у вас будет доволь хлеба. И тогда вы поймете, что я Господь, Бог ваш. И вот вечером прилетели перепела, весь стан был ими полон. Перепела, такие маленькие птички, через Синайский пелостров, проходит маршрут эмиграции перелетных птиц. Ну, понятно, не подгадаешь, да? Может быть, они вот, эти перепела устали во время перелета, да? Поэтому их было легко поймать, вот что-то подобное. А утром вокруг стана выпала роса. Когда роса испарилась, стало видно, что вся пустыня покрыта чем-то тонким и хрустящим, тонким, как ини. Сына Израилева увидели, и не понимая, что это такое, стали спрашивать друг у друга, что это? Моисей сказал им, это хлеб, который вам Господь посылает. Вот что повелел Господь. Пусть каждый соберет, сколько нужно на его семью, по одному омеру на каждого человека в шатре. Ну, это где-то около двух литров омер, это мера объема. Ну, то есть вот этой странной манны два литра в день на человека достаточно. Так и сделали сына Израилева. Кто-то собрал больше, кто-то меньше. Но когда собранное мерили омером, то оказывалось, что у тех, кто собрал больше, нет лишнего. А у тех, кто собрал меньше, нет недостатка. У каждого было слово столько, сколько нужно его семье. Вот манна на древнееврейском похоже на выражение мангул. Что это? Мы, кстати, так и не знаем, что это. Ничего такого естественного в Синайской пустыне, что можно было бы собирать в таких количествах, нет и в помине, съедобного. Можно там сказать, что это какая-то, знаете, там, ну, я не знаю, пыльца растений, там, ну, что-то еще. Но не так же, чтобы два литра на человека огромная толпа собрала. Вот это что-то чудесное. Ничего из этого на завтра не откладывайте, велел Моисей. Но его не послушали. Отложили до утра честь собранного, отложено и испортило, с нем завелись черви. Моисей разгневался на этих людей. То есть, смотрите, каждое утро свежее, и на завтра нельзя. Вот это тоже такой опыт доверия. Вот мы все время откладываем. И правильно делаем. Нашей жизни трудно без запасов. Это какое-то легкомыслие, если человек никогда ничего не откладывает на черный день, хотя бы на отпуск, на ремонт, я не знаю, на образование детей. А вот попробуйте жить, ничего не откладывая, говорит Моисей. Вот утром будет пища. Это от Бога. Всякое утро каждый собирал, сколько нужно его семье. А днем все несобранное таяло на солнце. Шестой день недели они собрали вдвое больше по два омера на человека. Ну, потому что следующий день суббота, когда вождя общины пришли и сказали об этом Моисею, он ответил, Господь говорил об этом, завтра день покоя, святая суббота, Господь. Не испеките, что хотите испечь, сварите, что хотите сварить, и что не съедите, то отложите на завтра. То есть, единственный день, когда они откладывают, суббота. Но не потому, что они боятся, что в субботу им не хватит, а потому что суббота — это день, когда не нужно хлопотать и суетиться, нужно заниматься общением с Богом, с близкими и отдыхать. Люди, как и велел Моисея, отложили, что не съели до следующего дня. На этот раз отложенное не испортилось, червей в нем не было. Моисея сказал, сегодня ешьте это, сегодня суббота, Господний на земле вы ничего не найдете, шесть дней собирайте, а седьмой день — суббота, в этот день вам ничего не найти. То есть, смотрите, даже не особо сознательность тут, а просто вот фактическая невозможность нарушить это повеление, потому что просто ничего нету, собирать нечего. Вот не сразу они это делают, потому что они такие глубоко верующие, а иногда это просто обстоятельства их принуждают. Вот тут такая очень долгая и сложная история педагогии, как народ с этим народом работает, как он изменяет его привычки, его такое стандартное поведение. Некоторые в седьмой день пошли собирать, но ничего не нашли. Господь сказал Моисею, до каких пор вы будете нарушать появление правила, данные мною? А почему пошли собирать? У них же было. Ну, а мало ли вдруг, как это мы упустим? Оно же выпало, наверное. Смотрите, Господь дал вам субботы, потому что в шестой день недели он посылает вам пищу на два дня, а в седьмой день каждый должен оставаться у себя и никуда не выходить. И в седьмой день народ недели пребывал в покое. Между прочим, это первый в мировой истории регулярный выходной для всех. Вот то, что мы сегодня раз в неделю... Ну, есть исключения, понятно, кто там работает по сменам, сутки через трое, но в целом мы раз в неделю отдыхаем целый день, а чаще всего даже два дня. Это началось вот с этого. Да, выходные бывали в древнем мире, но это были праздники особые, это раз в год, ну или какие-нибудь поводы, там, свадьбы, похороны, я не знаю, там, государственный какой-нибудь особый день, праздник. А вот так, чтобы вот всегда раз в семь дней выходной этого не было нигде до вот этого момента. Израильтяне называли эту пищу манной. Да, вот манна — это мангу, что это? Манна была белая, похожа на кориандровое семя, а по вкусу напоминала медовые лепешки. Это уже абсолютно загадочно, что это такое, ни на что не похоже из того, что мы знаем про ту местность. Моисей сказал, вот что повелел Господь, пусть будет один омер манны храниться у вас из рода в род, чтобы всякий мог видеть хлеб, которым Господь вас кормил в пустыне, когда вывел вас из Египта. Возьми кувшин, сказал Моисей Арон, и положи в него омер манны и поставь пред Господом, чтобы хранился у вас из рода в род. И Арон сделал так, как Господь повелел Моисей, и он поставил кувшин с манной храниться рядом с заветом. Жалко, не сохранилось до наших дней, тогда бы мы знали. Но что еще интересно, Моисей и Арон вместе с ним не просто исполняют какие-то вот практические задачи, выполняют, да, ну, нужно накормить людей, вот манна выпала. Но они делают так, чтобы это оставалось памятью, коллективной памятью народа, частью их идентичности. Это очень важно, да, то есть не просто накормить людей, накормить народ, но дать ему понимание, кто мы такие, зачем мы живем, почему мы едины, что было в нашем прошлом, как оно влияет на наше настоящее. Сыны Израилева питались манной 40 лет, пока не пришли в обитаемую землю. Они питались манной, пока не достигли рубежей земли ханаанской. Ну, где уже можно вести нормальную жизнь, пасти скот, выращивать хлеб. Омер — это десятая часть эфы. Ну, если вдруг забыли, сколько омер, тогда мерили в основном ефами или эфами. Около 20 литров. Это самое эфа, а омер — это, соответственно, два. Вот, вроде все хорошо, но все-таки чего-то постоянно не хватает. Об этом будет семнадцатый. Субтитры создавал DimaTorzok